Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Юлия Куликова. Я эксперт по выкупу имущества с государственных торгов. Вы задались вопросом, как же приобрести машину на торгах. Давайте с вами посмотрим, что у нас есть на муниципальных наших торгах и с какими автомобилями я вам советую работать, а с какими не советую. Итак, чтобы я вам не мешала, сделаю себя чуть-чуть поменьше. Итак, мы с вами видим наш главный экран «Торги», «Гестторги» и так далее. Нам необходимо выбрать «Торги». И если мы выберем просто «Транспорт», нам покажут абсолютно все виды торгов, по которому оно реализуется. Для начала обратите внимание, здесь у нас написано номер законодательства и здесь само название. То есть это вот в данном случае реализация обращенного в собственность имущества государства. То есть это то, что государство конфисковало на таможне. То есть, не знаю, чиновник какую-то взятку взял и в автомобиле эту вез. То есть это имущество тоже арестовали. Дальше. 229-й федеральный закон о реализации имущества должников. Это имущество от приставов, которое у нас, к примеру, конфискуется за алименты. 229-й, то есть тоже у нас есть 102-й у нас бывает закон, на основании которого у нас имущество реализуется. Вот это все имущество, оно как бы хорошее, но оно проблемное. И если вы не знаете, как с этим имуществом работать, то вы столкнетесь с такими проблемами. Какими? Когда вы приедете, автомобиль будет находиться на хранении у бывшего собственника. То есть это частные лица, вот в данном случае, на хранении у собственника. Вы не можете посмотреть машину. То есть вы просто прочитали название и вы купили, а забрать вы имущество не можете. Либо забираете в ненадлежащем состоянии. И оспорить вы торги в этом случае не можете, потому что вы изначально на это соглашались. И что-либо сделал. То есть вы просто потеряете либо свои деньги, либо заберете неликвидную грудную металл. Вот как это избежать, как новичку зайти в торги и как выбрать наиболее интересное имущество. То есть самое безопасное. Что необходимо сделать в этом случае? Вам необходимо выбрать вкладку транспорт слева. У нас сейчас все будет происходить слева. Дальше. Вид торгов. Продажа государственного имущества. Нажимаете на продажу государственного имущества и вам показываются те автомобили, которые были в пользовании у государства. Собственником является государство и продает тоже государство. Эти автомобили не всегда в хорошем состоянии. Но как минимум вы купите автомобиль с документами и в том состоянии, в котором он есть. И самый первый, вот это, к примеру, грузовой самосвал. У него вот такая цена. Еще очень такой интересный момент. Многие покупают такие машины из-за номеров. Здесь стоит 600. Для кого автомобиль вас? Бывает, что муниципальные торги первичные, они намного выше рынка. Но дождитесь публичного предложения, вы сможете забрать такой автомобиль на 50% от начальной цены. Что уже может быть интересно. И вот такие автомобильчики у нас есть. Снизу мы видим количество просмотров. И так далее. Вот эти машины, вот эти автомобили, которые у нас выставляются, они не сильно популярны. То есть люди на них не обращают внимания. Почему? Потому что у них достаточно, первое, это высокая цена. Потому что они продаются на основании оценочной стоимости. И фотографии у них так себе. То есть никто не делает никакую предпродажную подготовку. Чаще всего ко мне обращаются люди и просят помочь им выкупить реализацию обращенного имущества. То есть это вот эти самые автомобили. Mitsubishi за 68, Nissan, Zhuk в 2013 году. Там 479 тысячи. 14 или 15 машина за 25 тысяч. Вот за такими машинами ко мне люди стоят толпой на очередь, на участие в торгах. Но я не люблю участвовать в таких торгах. Сейчас объясню почему. Я не люблю участвовать конкретно в таких торгах, потому что здесь будет очень большая конкуренция. Здесь машины забираются намного выше рынка. И если вы хотите заплатить просто за участие в торгах, ну да, я могу вам просто поучаствовать в торгах. Стоимость участия на такой автомобиль будет составлять 10 тысяч рублей и выше. Все зависит от проработки. Я понимаю, что от того, что я зайду в торги и просто поучаствую, вы не заберете за такую сумму, за какую вы хотите, за начальную. Такие машины уходят намного выше рынка. Поэтому прежде чем зайти в торги, я всегда предупреждаю своих клиентов о том, что у вас будет расход. То есть для меня зайти в такие торги через брокера, это преднамеренно потерять 10 тысяч рублей. Все. То есть это вот все, что я могу сказать в реальности об этом. Поэтому выбираем муниципальные торги, только приватизация. Это в рамках 178 федерального закона, если вы хотите купить автомобили с документами. Если вы заходите в реализацию обращенного имущества, то это конфискат. Чаще всего в 90% случаев эти автомобили продаются без документов и восстановить эти документы невозможно. То есть машину мы берем только на запчасти. В редких случаях они пишут, что реализация по прямому назначению. И для того, чтобы не быть голословной и показать вам в реальности, за сколько уходят автомобили, давайте просто зайдем в статистику и посмотрим. В общем, зайдем в статистику. Для этого что необходимо сделать? Параметры лота. Статус. Состоялся. Состоялся. То есть это те торги, у которых был победитель. Транспорт. Давайте автомобили и мототехника. Это то, что нас интересует. Самые легковые автомобили. Вот они вообще в самой популярной категории. Итак, пошли. Легковой автомобиль ВАЗ. Состояние. За 9 тысяч, в принципе, оно пойдет. Так. Nissan X-Trail 2002 года. Обратите внимание. Обращенное имущество. Оно, возможно, вообще без документов. Я даже не анализировала. 374 просмотра. 513 тысяч. Итоговая цена. Дальше. Niva. 2014 года. Но 14-й год хороший. Но надо смотреть, почему она конфискована. То есть, может, номера там перебиты. 604 просмотра. Ушла за 457 тысяч. Хотя начальная была 261. Дальше идем. Nissan Premier 2001 года. 223 просмотра. 216 тысяч. Начальная цена. 325 тысяч. Ее забрали. Разакомплектован. Не на ходу автомобиль. Еще, скорее всего, и документов нет. 114 итоговая цена. И так далее. То есть, вы можете ознакомиться с этой статистикой. Вы поймете, что автомобиль от Mercedes за 2,5 миллиона. Начальная 1 миллион 598 тысяч. Вы можете посмотреть статистику и ознакомиться. То есть, что в реальности продается. И какие шансы у вас выиграть это имущество. Не тратьте деньги, лишь бы вам зайти в торги. Но если все-таки хочется зайти в торги. И попробовать испытать судьбу. Если вы надеетесь. Вам, кстати, посмотрите. Не остановило. Ничто не так получилось. 1042 просмотра. 1420 просмотров. То есть, обратите еще раз. Если вы хотите все-таки зайти и поучаствовать в торгах. И вы регулярно хотите это делать. Я рекомендую вам пройти обучение. Либо индивидуальное. Либо общее обучение с кураторской поддержкой. В этом случае вы раз, конечно, потратитесь на обучение. Но вы будете четко понимать, как работать с такими торгами. Какая там конкуренция. И что для этого нужно. И не питать иллюзией. Выиграть автомобиль за минимальную цену. Я думаю, данное видео было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте свои вопросы. Я буду рада ответить на них в эфире. До новых встреч. Пока-пока.